Афетчий журналист, возможно, научиться только непосредственно на практике. Любая работа, если ей заниматься серьезной, ответственная, она сложная. Есть судебные решения, и они в силах в это вмешаться. Вы в каких отношениях с губернатором Самары? В рабочих. Специфика самарского региона в том, что организованная преступность в свое время стала в ней регионообразующим фактом. Конечно, когда ты начинаешь биться за права людей, ты неминуемо сходишь с кем-то в конфликт. Мы не станем для всех любимыми. Нас никогда априори не будут любить. Нам нужно быть сильными. Нам надо быть самодостаточными. И нам не надо, чтобы нас боялись. Надо всегда верить лучше. Александр Евсеевич, спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо, что позвали. Сегодня будет такой разговор, надеюсь, простой, о вас, о вашей работе. И начать я бы хотела с вашего образования. Вы закончили журфак чуть позже университет МВД. Сейчас вы работаете депутат Госдумы. Вот скажите, что вам в жизни, какая специфика знаний вам больше пригодилась, журналистика или МВД? Ну, или юриспруденция, потому что я поступал уже на второй высшее именно для того, чтобы стать юристом. И делал я это совершенно осознанно, потому что, работая в газете, я занимался именно криминальной тематикой, расследовательской, коррупционной. Много взаимодействовал, работал с сотрудниками правоохранительных структур. И, конечно, мне в какой-то момент для себя понял, что мне просто не хватает теоретической подготовки. Ну, если ты занимаешься профессиональной какой-то сферой, ты должен в этой сфере, ну, как минимум, компетентно разбираться. Уж точно отличать уголовное от уголовно-профессионального кодекса. Что касается журналистики, я вам скажу крамольную вещь. Глубоко убежден, что научить журналистики невозможно. Это я говорю ни в коей мере не в укор своей альма-матер, в культе этой журналистики МГУ имени Ломоносова, замечательному нашему журфаку. А я это говорю с позиции человека, пришедшего из профессии, понимающего, как, ну, как мне кажется, понимающего, как вообще появляется профессиональный журналист. Профессия журналиста, возможно, научиться только, непосредственно на практике, только своим горбом и только набивая свои шишки. Ну, а сегодня уже в качестве депутата Госдумы и та, и другая составляющая мне, конечно же, очень пригождаются. Право юриспруденции дает мне возможность более-менее компетентно читать и писать законопроекты. Я, например, всегда все законопроекты, которые вношу, допустим, пояснительные записки я всегда пишу сам. И сами тексты законопроектов я всегда вычитываю, отсматриваю. Там, понятно, что их готовят в основном аппарат, но я всегда на каждой запятой вчитываюсь. Что касается журналистики, одно из главных качеств профессии – это умение формулировать. Находить то главное, то сутевое, что является центром, то, что привлечет изначальное внимание, то, что наиболее интересно читателю или зрителю и облечь это в соответствующую форму. В том числе и коллегам, я думаю, тоже. Да, конечно же, безусловно. Я говорю сейчас про журналистику. В данном случае уже транспорируя на сегодняшнюю свою депутатскую работу, конечно, выступая, представляя законно и участвуя в каких-то дискуссиях или в каких-то публичных мероприятиях, вещах, я часто задумываюсь о том, насколько хорошо, что у меня за спиной есть такой большой бэкграунд и багаж, который, собственно, мне вот эти вещи, хочу надеяться, позволяет делать. Что, наверное, сложнее всего в вашей нынешней работе? Любая работа, если ей заниматься серьезной, ответственной, она сложная. И в депутатской работе, конечно, очень много сложностей. Пожалуй, для меня одна из самых больших – это когда ты не способен помочь человеку, пришедшему к тебе за помощью, или решить какую-то проблему, понимая, что эта проблема есть, но по разным причинам ты не в силах этого сделать. Таких моментов у вас случается достаточно много? Или это исключение? Ну, конечно, много, потому что это закон больших и малых чисел. Я получаю огромное количество обращений, вот статистика, которая официально публикуется, показывает, что я вхожу в топ-3 депутатов Госдумы. Это только по числу обращений, которые официально через портал Госдумы заходят. Я в среднем получаю порядка 10 тысяч обращений. Это не считая сообщений, которые ко мне приходят каждый день в соцсети, это не считая тех обращений, которые ко мне приходят в мою самарскую общественную приемную. Их приходят в год порядка двух тысяч. И естественно, что физически, ну, помочь всем, а, невозможно, б, очень много проблем, с которыми приходят люди, они уже нерешаемы. Ну, скажем, есть судебное решение. Я не в силах в это вмешаться. Или там все сроки давности истекли, потому что люди ходят 15 лет. Бывают самые разные человеческие, жизненные истории, но я всегда стараюсь, если я понимаю, что здесь допущена несправедливость, и понимая, что ее можно исправить, я всегда стараюсь это делать. И это чревато, конечно, тем, что очень часто приводит к конфликтам с представителями власти, с чиновниками, с правоохраной. Но вы этого, кажется, не боитесь совершенно. Нет, потому что это, к сожалению, неотъемлемая часть профессии. Если ты шахтер, и твоя задача выдать такой-то объем угля, то, значит, у тебя другого нет варианта, кроме как отбойным молотком его отбивать, извините, из породы. Такая же ситуация и здесь. Я депутат от Самарской области, регион, который имеет богатые коррупционные традиции. Я вообще считаю, что специфика Самарского региона в том, что организованная преступность в свое время стала в ней, если можно так выразиться, регионообразующим фактором. Ну, особенно в начале и середине 90-х, когда ежедневно в городе Тольятти убивали 3-4 человека каждый день. И до сих пор можно прийти и посмотреть эти кладбища с вереницей красивых гранитных могил, где лежат ребята на тот момент в возрасте от 20 до 30 лет. И такое всесилие организованной преступности, оно, конечно же, свои метастазы по сей день не оставляет. В Самарской области вот мы с коллегами из полиции обсуждаем, они говорят, мы впервые, например, ну, те, кто из других регионов приходят на руководство. Вот только в Самарской области, например, есть специфический термин «отарматурить». Оторматурить – это значит «забейте арматурой». Ну, и еще вариант с железными прутами – это один из фирменных стилей региона. И, конечно, когда ты начинаешь биться за права людей, ты неминуемо сходишь с кем-то в конфликт. Александр Алексеевич, вот вы сами начали тему по Самаре. Давайте тогда ее и продолжим. Вы в каких отношениях с губернатором Самары? Вы рабочих? Я, готовясь к интервью, выяснила, что, ну, относительно обращений как раз местных жителей зачастую выбирают обратиться к вам, потому что, ну, наверное, количество обращений и, точнее, решенных вопросов, оно просто больше, чем когда люди обращаются к каким-то другим представителям власти, собственно говоря. не ощущаете ли вы какое-то ревностное отношение со стороны действующей власти Самарской области? Ну, во-первых, я не могу оценить этот ваш, так сказать, анализ, потому что мне цифры незнакомы. Опять, смотря с чем сравнивать, я не думаю, что число обращений в мой адрес, например, больше, чем в отношении непосредственно губернатора. Если сравнивать с другими депутатами Госдумы, да, наверное. Если сравнивать с депутатами ЗАГС собрания, да, наверное. Ну, а что касается ревности, ну, знаете, любые эмоции оправданы, если главное, они идут на пользу делу и на пользу людям. А с губернатором действующим Самарской области мы, слава богу, знакомы очень много лет. И когда-то, в 2010 году, я был уполномоченным партией «Единая Россия» по выборам главы города Самарк. На эту должность был выведен именно Дмитрий Азар. А вы сами не хотите стать губернатором Самарской области? Нет, не хочу. Ни Самарской, никакой другой. И объясню, почему. Потому что считаю, что сегодня, работая в федеральном центре, я в состоянии приносить гораздо больше пользы. И есть еще масса причин, потому что я слишком глубоко понимаю ситуацию. Поэтому у меня этих амбиций нет. И, честно сказать, в общем, и не было. И не скрою, я горд тем, что за время моей работы, а я работаю депутатом от Самарской области 10 лет, мне удалось решить огромное количество проблем и оставить после себя те объекты новые, отреставрированные, восстановленные, которых просто не было бы. Ну, главное из них для меня магистрально это восстановленное здание фабрики кухни завода имени Масленникова. Памятник советского конструктивизма 32-го года постройки, единственное в стране выполненное в форме серпая молотой. Смотрите, вот с высоты птичьего полета. В сухом остатке работа вот сейчас уже заканчивается, а вернувшись в регион в 18-м году я придумал как бы движение вперед и возникла тогда идея сделать там филиал сама Третьяковской галереи. Опять же, не сразу в этом удалось убедить, многие считали, что это авантюра, но вот уже официальный филиал Самарской Третьяковской галереи существует и я рассчитываю, что мы в ближайшее время проведем первую выставку. Я понимаю, что если бы я не мешался тогда в этот процесс, если бы я все это не тащил бы, не было бы сегодня фабрики кухни, не было бы Самарской Третьяковки, которая, конечно, станет мощнейшим драйвером развития, потому что это не только выставочное пространство, но и большое просветительское образование. А рядом начали строить планетарий. И опять, много лет об этом говорилось, но до тех пор, пока я не пришел, не взялся за этот процесс, не добился включения строчки в федеральный бюджет, все это было на уровне разговоров. А теперь в Самаре, которая считает себя космической столицей, появится планетарий. Я могу рассказывать о многих таких вещах, и я люблю гулять по улицам, потому что ко мне подходят люди и здороваются со мной, как со своим хорошим знакомым. И мне это, честно говоря, греет душу. Одно тянет за собой другое, другое за собой третье. Я часто об этом задумываюсь, о череде каких-то обстоятельств, о том, как одно обстоятельство влияет на второе, второе на третье, третье на четвертое. И это все, с одной стороны, состоит вроде из случайности, а с другой стороны, ну, любая случайность есть неосмысленная закономерность. И я всегда стараюсь там, где есть возможность, помогать, потому что, ну, люди приходят или пишут тебе не от хорошей жизни. Хотя, конечно, бывает разное, и просят там и деньги, и какие-то вообще там глупости. Но если у тебя есть возможность помогать, ты должен помогать, и дальше даже об этом не думать. Вы сейчас очень правильную мысль сказали, что одно тянет за собой второе, третье и так далее. Вот заключающий вопрос в рамках блока про Самару, что в Самаре необходимо сделать в первую очередь, чтобы оттуда не уезжала молодежь, чтобы развивался туризм, чтобы там на улицах люди чаще улыбались, условно говоря, в итоге, в каком-то конечном. Провести, как минимум, декриминализацию региона. Я слишком, к сожалению, глубоко понимаю происходящий в Самаре процесс, и не обо всем говорю, и не потому что не хочу, и не потому что не могу, ну, потому что, не считая, по крайней мере, на этом этапе это необходимо, но декриминализация региона. Вы считаете, это единственное и самое важное сейчас? Я считаю это необходимым условием, конечно же. Ну, а в целом, конечно, я верю в возрождение Самарского региона. Тут важно еще сказать, что для меня эта территория не совсем чужая, а точнее, совсем не чужая. Я родился в Москве, но мои корни, они самарские. И это не просто место, где я работаю, куда я приезжаю на региональные недели. Это та земля, с которой связана моя история. И душа, наверное, болит за ее процветание. И вот поэтому, когда я говорю, что для меня будет важно, когда мои дети или внуки будут приезжать, вот также для меня важно думать, что если мои предки бы сегодня видели то, чем я занимаюсь в регионе, устанавливаю старые объекты, строю новые, общежития, школы. Я могу долго рассказывать о том, потому что особенно темы связаны с историческими зданиями, и для меня это очень важно. Так вот, если бы, я хочу надеяться, они это видели. Они бы гордились. Ну, как минимум, им хочу верить, было бы не стыдно. Можете ли вы сформулировать и формулируете ли вы для себя четко свою миссию? Ну, миссия депутата, если мы говорим именно про депутата в целом. Я вообще считаю, что работа депутата, депутата одномандатника, я полагаю, что это намного интереснее, ну, по крайней мере, для меня, чем депутата-списочника, я всегда для себя определял три базовых направления. Это защита прав интересов граждан и избирателей, это региональный лоббизм, и это законотворчество. Есть категория политиков, для которых главный процесс. Я к ней не отношусь. Для меня всегда важен итог, и это тоже, наверное, наследие журналистской специфики, потому что журналисту просто работать на прием, собирая какую-то информацию, не имея прикладного значения, неинтересно. Если ты из собранного тобой материала не напишешь заметку или не снимешь программу, а нафиг тогда ты его собирал. Слушайте, ну, я как раз вот обращала внимание, что даже вы в своем телеграм-канале вы всегда пишете о том, как завершилась история та или иная. Или даже если пока еще не достигнут какой-то результат, вы отмечаете, что вот здесь в процессе, сейчас такой поворот, идем к тому. Да, я всегда стараюсь завершать начатое, сколько бы времени у меня это ни нашло. Бывает, на это уходят и годы, к сожалению. Если говорить про Россию сейчас, никому не нужно объяснять, что происходит у нас в стране и на ее границах. Вы сами ездили на новые наши территории, встречались с нашими бойцами, помогали там. Во-первых, наверное, об ощущениях. Ну, я не раз был там, но ощущения какие? Самые острые ощущения на самом деле не там, а здесь. Когда ты прилетаешь обратно, как правило, ну, не как правило, прилетаешь только на военный аэродром, других вариантов нет, и потом въезжаешь в Москву, то у тебя возникает ощущение какого-то раздвоения. То есть ты еще не успел отвыкнуть от того, что было там, от постоянных, местных это называют, прилетов, то есть бомбардировок ракетных обстрелов, от человеческих трагедий, которых ты узнал, от привычки людей жить в условиях боевых действий. И ты въезжаешь в цветущий, гуляющий, праздношатающийся город, едешь по центру, где толпы молодежи. Я это сейчас не в укор, поймите меня правильно. Я не к тому, что давайте сейчас мы всех будем ловить сетями, брить налысо и отправлять в военкомат. Нет. Я просто говорю о том, что вот отсутствие, точнее, этот контраст между двумя жизнями, если можно так даже сказать, он для меня, по крайней мере, самый сильный. Это и не хорошо, и не плохо. Я просто констатирую сам этот факт, но очевидно, что еще у очень многих людей нет до конца осознания, что мы живем после 24 февраля 22 года в иной реальности. Вот вы просто сказали, когда сразу после того, как я задала вопрос, сказали, главное, это здесь, и я даже удивилась, а потом вы раскрыли свою мысль, я поняла, о чем идет речь, потому что здесь, в Москве, как раз, мне кажется, у большинства до сих пор нет понимания, кто там не был. Ну, не только в Москве, в любом крупном мегаполисе, который находится на далеком расстоянии от границ. И в Питере, и в Самаре, и в Нижнем, и в Екатеринбурге. Александр Алексеевич, что ждет Россия в 2024? Не такая уже далекая перспектива, до 2024 осталось фактически два месяца. Чего ожидать нам? Надо всегда верить лучше. Нас ждут выборы президента. Очень значимое. Нет сомнений. И я уверен, что нас ждет победа, потому что, ну, у нас нет другого варианта. Мы просто обязаны победить, хотя бы потому, что иначе нас раздавят. И здесь, опять же, не причина в какой-то там тотальной звериной русофобии. Причина в том, что так исторически сложилось. За всю историю России, там, Древней Руси, не было никогда периода без врагов внешних. Мы всегда были слишком лакомым куском. И чем больше остановилась наша территория, тем более лакомым, тем более интересным для наших соседей. Мы никогда не жили в добрососедских отношениях с другими государствами. Не потому, что мы такие буйные, беспокойные, потому что они постоянно пытались от нас что-то отщипнуть. Ведь вся история России, она из этого состоит. Сложные отношения с Польшей. А почему они сложные? Да потому, что исторически так случилось, что на протяжении многих столетий под разными наименованиями шли попытки переделать земель. Мы не станем для всех любимыми. Нас никогда априори не будут любить. Для того, чтобы нас полюбили, нам нужно сузиться до границ Бельгии, и тогда ни для кого мы не будем представлять ни угрозы, ни конкуренции. Ну, а что? Бельгия, Бельгия, можно съесть бельгийскую шоколаду поесть. Вы думаете, американцев сильно любят? Китай сильно любят? Нет, конечно. Вообще, что во внешней политике, что в обычной жизни сильных не любят, но их уважают или боятся в зависимости от их поведения. Значит, нам нужно быть сильными, нам надо быть самодостаточными, и нам не надо, чтобы нас боялись. Мы не безумная какая-то империя с ядерным оружием, которым мы размахиваем над головой. Нет, нам надо, чтобы нас уважали. А что значит уважали? Это значит, чтобы с нами считались. Александр Алексеевич, возвращаясь к вопросу, в 24-м году, как по вашему ощущению, смены вектора у нас не планируются? Что значит смена вектора? Ну вот выборы будут, может быть стратегия какая-то другая готовится вообще в нашей мировой повестке. У нас сейчас поворот на восток, надо закончить СВО, да, такие вот глобальные цели. Я думаю, что это будет от многих приходящих зависеть, в том числе от победы, от того, как скоро она наступит, а повторюсь, она безусловно наступит, потому что у нас просто нет другого варианта и нет другого пути. И я, извините, что ухожу от вашего прямого вопроса, потому что у него нет прямого ответа. Я ведь ни Заратустро, ни Кассандра, ни Парацельс, я, к сожалению, не умею заглядывать в будущее, лечить недуки, но я оптимист. Я всегда, как бы мне было тяжело, верю, что все равно будет лучше. Я, собственно, поэтому и работаю. Если бы я понимал, что в конце туннеля нет света или это огни надвигающегося поезда, я бы не занимался этой деятельностью. Я бы уехал бы смотрителем на маяк, и там бы сидел, писал бы себе книжки, потому что я люблю это делать. Но у меня на это, увы, не хватает времени. Я, правда, искренне верю в то, что мы в стране, у нас все будет хорошо. Я, правда, искренне верю, что победа будет. Не бывает бесконечных конфликтов и сражений. В истории даже столетняя война, она и то закончилась. Нам все равно предстоит жить на планете и предстоит жить по тем правилам, которые либо мы будем устанавливать, или, скажем так, как они будут установлены с нашим участием, либо нам опять эти правила навяжут извне, как это было уже в 90-е. Я второго не хочу. Все, не буду вас больше задерживать, отпущу. Спасибо. Спасибо вам за интервью.